В Ненецком округе подведены итоги конкурса по предоставлению субсидий на компенсацию затрат, связанных с модернизацией оборудования. Четыре субъекта малого и среднего предпринимательства распределили между собой 1 миллион 200 тысяч рублей. Боль появилась здесь и при движениях она усиливается. Андрей Бараненко основал медицинский центр «Лекарь» ещё три года назад. Основные направления – хирургия, травматология и ортопедия. Новейшее оборудование и обучение на каждом аппарате и индивидуальный подход к пациенту – приоритет центра. В ближайших планах расширение и закупка дополнительного оборудования, для которого необходимы немалые вложения. Именно поэтому Андрей Бараненко подал заявление на субсидию и успешно прошёл пока конкурсный отбор, а затем и стал одним из победителей. Дальнейшие планы в связке с этим аппаратом, я думаю, приобрести радиочастотный аблятор, перевяжу на русский, для деструкции, ещё раз по-русски, для разрушения нервов, отвечающих за боль. Например, есть какая-то боль в спине, таблеточки не помогают, блокады временный эффект. Почему бы она не найти этот нерв, спину же мы ещё менять не умеем, и не разрушить его. Вещь дорогая, учёба дорогая, но всему своё время, думаю, будет. Другой победитель конкурса Денис Егоров планирует потратить средства на оборудование новой комнаты в детском игровом центре Рио. Сейчас там одна большая игровая зона, а для проведения мероприятий есть чайная комната. В ближайшем будущем появится ещё одна зона с игровым оборудованием для разного возраста детей. В основном здесь дети развлекаются до 10 лет, чуть старше уже менее интересно. У нас есть огромный ассортимент, то бишь у нас и музыка есть, и клипы разные для дискотеки, и фильмы, мультики. Можно для самых маленьких посмотреть, если, допустим, большие играют, то маленькие могут пока отвлечься на мультики. Вот тут очень большим способом пользуются. Также есть пушка, которая очень популярна, и лабиринт, бассейн у нас. Для того, чтобы подать заявление на конкурс по предоставлению субсидий на компенсацию затрат, претендент должен соответствовать ряду критериев. А именно, вести деятельность на приоритетных рынках, которые установлены государственной программой по развитию предпринимательства, осуществлять деятельность на территории Ниньского округа, а также необходимо погасить все задолженности в налоговой инспекции. Департамент финансовой экономики провел очередной конкурс на предоставление субсидий по компенсации части затрат на модернизацию. Заявителями было четыре претендента, все четыре были допущены до конкурсного отбора, и все четыре были признаны победителями. Добавлю, следующий конкурс по предоставлению финансовой поддержки в виде субсидий на модернизацию оборудования стартует в октябре 2019 года. Наталья Кислякова, Антон Водряков, Телеканал «Север».